Тело из-за бувной коробки, вместо руки вилка, а на голове поршень от мопеда. Так выглядит робот, которого создал пятиклассник 45-й школы Владивостока Марк Диденко. У него горят два глаза. Есть система охлаждения, черный кулер и маленький вентилятор. Когда я делаю уроки, мне, например, жарко, я его ставлю перед собой и он меня охлаждает. Вдобавок робот умеет ездить на своих колесах, говорить и даже петь. Секрет в его, так скажем, спинном мозге, в простом телефоне, который находится у чудо-техники сзади. Именно с помощью него запускают голосовые эффекты. К слову, благодаря тому же смартфону робота можно использовать и как средство связи, и даже как радио. Зовут робота Step1. Имя появилось случайно. На обувной коробке, из которой сделано тело, было написано слово Step. Правда, мама Марка предпочитает называть технического друга Ласкова – Степой. Марк создал робота в первую очередь для развлечения. Ребятам нравится выхватывать у него конфеты, когда тот проезжает мимо. Главное – успеть это сделать. Юный создатель рассказал, что увлекаться роботами начал еще примерно в 4 года. Тогда конструировал их из деталей старых фотоаппаратов и пылесосов. Правда, они не двигались и были всего лишь игрушками. Над созданием настоящего робота пятиклассник стал трудиться еще на зимних каникулах, а в школу его принес в виде домашнего задания по обществознанию. Я попросила выполнить детей какую-нибудь нетривиальную вещь принести, то, что они делают, то, что их интересует, то, что их жжет. Принести, показать нам, всем рассказать. Вот, Марк представил робота. Вы знаете, как технар, я была восхищена. Одноклассники изобретение Марка оценили. Сегодня юный техник домой робота практически не забирает. Оставляет в школе для игр на переменах. Мне нравится в этом роботе то, что он ездит, но еще у него светятся глаза. Это, наоборот, польза для разработчика. Я бы хотела иметь такого же робота, как у Марка, и иметь такие же знания, как у него. Но мне нравится его грозный вид, его способности и поршень на его голове. Да, он довольно симпатичный, и для пятого класса он достаточно нормально выглядит. Он умеет ездить, умеет разговаривать. Не то, что некоторые там, они не умеют ничего делать, там просто стоят и все. Примечательно, что Марк не занимается ни в каких робототехнических секциях. Интерес к технике у мальчика возник после просмотра мультика «Валли». После этого пятиклассник сам разработал чертеж своего будущего робота. Полностью сам сделал, но папа научил только припаривать провода, то есть паяльником пользоваться. Электрическую цепь я собственную создал, и все остальное сам же. Планы на будущее в отношении роботов Марк пока не строит. Говорит только, что летом хочет степа усовершенствовать. Научить его не только приносить конфеты, но и разрезать их. А также поработать над тем, чтобы зарядка аккумулятора держалась дольше. Сейчас ее хватает всего на несколько минут. Тем временем в школе, где учится юный изобретатель, планируют открыть секцию по робототехнике для всех желающих. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.